не работает touch этой модели а модель вот такая верни mars pro так хочется сказать верни первый раз вижу вообще короче какая-то китайская бюджетка марс по давайте разберем его посмотрим чем проблема вообще никак не реагирует заработал как видите выборочно что-то работает что-то нет скорее всего тактильная матрица сломана дисплейный модуль принес клиент вот ставлю на сепар телефон дисплей вниз потому что открывается он по-любому со стороны дисплея здесь у нас все запаяно цельная крышка вижу элементы копирования айфона это уже нормально давайте достанем слот включение звук микрофон разъем хорошего качества дисплейный модуль сейчас упала подсветка в принципе дисплей довольно хороший сейчас последние китайские модели в принципе все с высококачественными дисплеями я имею ввиду матрица дисплея на высококачественно что касается качества самого дисплея стекла насколько оно каленое настолько насколько качестве долговечный дисплей это конечно в этом конечно сомневаюсь за исключением хуауэя который себя уже проверил зарекомендовал и так выключить не получится по ходу ставлю на сепаратор это у нас дисплейный модуль который принес клиент вместе с телефоном еще и наклеечки китайцы прислали клиент попросил вернуть ему сломанный дисплей все что с ним связано вот он скотч многие кстати этого требует обычный дисплейный модуль вот так господа я вернулся принесли не работаю счетом рабочих у меня пока нету поэтому приходится самому счет со с клиентами так разобрали мы дисплеи до посмотрели так у нас шлейф идет снизу поэтому давайте наверно снимать будем сверху попробовать Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Отстегиваем дисплейный модуль Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну, ничего так, качество экрана радует. Я думаю, он ничем не отличается от BQ. Включаем аппарат, можно менять. Тоже здесь долго думать не надо на монтаже. Наклей. Единственное, собирать будем с включенным дисплейным модулем. Точнее, клей наносить с подсоединенным шлейфом. Введу такой конструкции. Здесь у нас саморез идет в середину. Все. Лепим клей и садим дисплейный модуль. Давайте прикинем, наклеечки все сняли, как он будет сидеть, как он войдет в пазы. Оригинал потоньше, друзья. Я уже вижу. Не знаю, видно ли вам на камеру, но оригинал значительно тоньше. Сейчас постараюсь приблизить. Я это понял, когда… Видите, да? Оригинал и не оригинал. Даже не у известных китайских брендов есть оригиналы. Поэтому я, когда приставил дисплейный модуль… Совсем чуть-чуть он тоньше, оригинал. Потому что плотно не садится. Я думаю, он будет не сильно видно. Мы его посадим на клей. Немного цепляет за батарею дисплей. Чуть-чуть потоньше был бы он, все бы идеально. То есть вот я его приставил. Не гнутый. Не, будет нормально. Посадим на клей, поставим на зажиме и схватится. Здесь косяков видно не будет, несмотря на то, что он чуть-чуть потолще. Так, здесь будем клей наносить, наверное, на дисплей. Не очень удобно, с подключенным шлейфом. Ну и по бокам можно чуть-чуть. Так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, в принципе, ничего... В принципе, можно было и не отключать его... В общем-то, нормально, ничего не вылазит... Благо, каркас оказался ровным, не гнутым... Поэтому сел хорошо... Почти не чувствуется, что он вылазит чуть-чуть... Итак, друзья, всем спасибо за внимание... Надеюсь, этот неизвестный бренд у нас... Возможно, в других странах он известный... Не знаю, кому-то помог я... Заменить дисплейный модуль... Как видите, всё просто... Любой может поменять... Даже в домашних условиях... Вот такая вот модель... Всем спасибо за внимание... Я ДОВ... До новых встреч... И всем удачи в работе... До новых встреч...